всем привет сегодня с вами опять неля мурашкина и сегодня опять об орхидеях хочу поговорить в принципе о наболевшем я сама с этим столкнулась в этом году о покупках орхидеи ну вот в канун 8 марта я вам показывала я покупала мини орхидеи и невзирая на то что я знала что так неправильно покупать я все равно это сделала и сейчас я конечно просто еще раз убеждаюсь в том что я поступила неправильно а как правильно делать сейчас мы и поговорим с вами ну первое на что конечно же мы обращаем внимание когда покупаем орхидею это на цветочки конечно они нас манят и радуют глаз и бывает так что мы вот настолько влюбились в расцветку что на все остальное мы просто не смотрим а нужно смотреть я смею всегда в корень вопроса то есть если вам понравилась орхидея вот как в данном случае фаленопсис до цветочки губа прекрасно раскрашена на что мы дальше должны посмотреть конечно же на корне на корне когда я достала эту орхидею из общей кучи что меня подкупила это то что она не была очень залитой если все остальные орхидеи были конкретно зелененькие то есть корешочки в них то эти были такого сероватого цвета особенно меня порадовали вот эти вот корни они видите такие перламутровые это те корни которые развиваются как правило в воздушной среде это очень здоровые корни которые не привыкли к какой-то водной среде которые мочили без края и на таких корнях орхидея может выжить меня это очень порадовало конечно же я подняла орхидею и увидела вот такую картину то есть вот это откровенно сгнивший корешочек вот это тоже вы видите они уже темнеют я их потом непосредственно обрежу просто этот фаленопсис я купила на этой неделе то есть ему неделя как он стоит у меня я была за этот неделю ни разу не поливала и и судя по тому что там бы или они в усмертью литы этому просто меньше всего досталось то я спокойно еще его не полю недельку точно дальше что мне еще понравилось у фаленопсиса этого вот корешочки выходят из стебля и здесь нет такого черного ну как бы пятен на самом стебле нет черных пятен потом не покрыт корень черной такой оболочкой и это еще как бы был плюс к тому чтобы я его купила конечно же если вы видите корни гнилые все-таки такой орхидея лучше не брать но орхидея без гнилых корней почему-то я сейчас не встречаю совершенно еще в этом фаленопсисе мне очень понравилось что он достаточно высоко посажен над субстратом вы видите все листочки практически на поверхности корни вот отсюда завернуты тоже в субстрат то есть его основание стебля практически висит в воздухе вот здесь и это тоже не может меня не радовать то есть этот фаленопсис проветривается хотя там я вижу у губку или это не губка ну неважно я потом его выверну посмотрю ну и вот на нем я остановилась хотя конечно же вот вот эти корни видите они покрыты зеленым налетом что говорит о том что он неоднократно заливался вот и уже вот на нем такие сине-зеленые водоросли как бы образовались а это бывает от повышенной влажности но в целом орхидея выглядит очень хорошо потом на ней было всего лишь три распустившихся цветка все остальное в бутонах вы видите бутоны в принципе нормальные и потом еще здесь есть маленькая развилочка то есть если все будет благополучно он будет достаточно долго цвести ну вот такая покупочка ну и на этом примере я в принципе как бы показала что это положительно что это хорошо если вы видите орхидею которая с повявшими листьями и при этом она совершенно находится в мокром субстрате такую орхидею не берите и если вас продавцы уверяют в том что вы принесете эту орхидею домой замочите и она поднимет листики не верьте ее уже напоили по уши и она просто с отгнившей корневой системой которая не способна попросту пить воду от такой покупки конечно следует отказаться если же вы увидите что листья красивенько обрезанные как правило это говорит о том что уже на листьях проявилась какая-либо патология если лист просто надломан хаотично знаете такое вот бывает разрыв какой-то то это нормально это просто транспортировочные какие-то повреждения а если же листья аккуратненько там обрезана то есть это пытались скрыть каким-то образом какие-то недостатки то есть это какие-то гнили относительно живности тоже скажу бывает на орхидеях тоже щитовка поселяется на орхидеях довольно часто мучнистый червец но с вредителями как раз очень легко бороться потому что сейчас масса системных всяких препаратов которые если вы обработаете орхидеями но впитывается во все ткани растения и поэтому такое растение уже ядовитым становится для самого какого-то там насекомого и он если подсосет сок то он отравится и погибнет то есть с насекомыми бороться в принципе легко ну и поговорим еще сейчас в продаже появилось достаточно много камбри ансидиумов то есть ансидиумная группа и на что не покупаться и как правильно купить в этом случае ну вот это вот мое растение вы видите инфекция здесь распространяется то есть это были пятнышки сейчас это уже идет пожелтение вот но ничего все-таки здесь есть несколько бульбочек они хоть и привяли корешочки эти при всей своей видимости совершенно сухие вот ну ничего будем растить новая орхидея тоже пересадила она достаточно высоко над субстратом и она сможет наращивать корни будем наблюдать за ней значит вот эту орхидею я купила вот у меня написано 11 0 3 на этикеточки это было камбрия очень интересно окрашенная один цветонос хотя здесь в принципе было два цветоноса но мне уже достался один цветущий и он настолько быстро отцвел что я даже не успела заснять какого окраса эти цветочки но почему я купила именно эту орхидею я даже не знала что в наших магазинах могут быть такие чудесные орхидеи посмотрите посадка это то что я говорила высоко над субстратом корни вот начинают расти в воздухе и устремляются в субстрат субстрат вы видите это кора хоть и мелкая но это кора потому что то что покупаются в кокосовой стружке это влагоемкий субстрат который приводит погибели растения значит потом симпа и даль симпадиальные орхидеи нужно покупать чтобы здесь было не менее чем три бульбы это растение имеет в себе шесть бульб то есть это крепко здоровое растение которое способно цвести и даже если какие-то неблагоприятные условия то это растение спокойно это все переживет потому что тут много бульб которые в себе имеют много запасающих веществ но часто производители для того чтобы иметь обороты побольше отделяют вот одну псевдобульбу и садят вот таким образом если даже вы увидите вот такой несчастненький ростик то лучше все таки не покупаться на маркетинговые планы производителей и покупать вот такой горшок полный бульб чем вот эту одну деленочку которая прослужит вам просто ну долго играющим букетом в лучшем случае а потом чтобы она выжила вам придется с ним повозиться и в лучшем случае через три года вы таки увидите цветение ну я один раз на такое купилась и вот вся моя камбрия которая черепашки стояла это было тоже одна деленка и одна старая псевдобульба ну они выжили и уже моя камбрия цела несколько лет ну то есть она уже три года у меня отсвела самостоятельно значит то же самое лучше покупать чтобы это была кора как у фаленопсиса так и у камбрии тоже без пятен вот это достаточно неплохое таких каких-то ну знаете глобальных тут поражений нет корни хорошие даже те которые торчат вверх они живые и это растение скажем пышет здоровьем я очень довольна такой покупкой хоть она и не долго цвела но такое растение имеет перспективы на следующий год зацвести возможно даже не одним цветоносом а несколькими из вот таких кроющих листьев вылазит цветонос и если растение достаточно сильное то можно увидеть и два и три цветоноса на вот таких вот растениях если растение заполоняет весь горшок уже то есть такая хитрость можно разделить ну то есть вот взять поперечные и разделить ножом по три псевдобульбы допустим ну чтобы это приблизительно были равные такие вот пустили растения хотя бы по три псевдобульбы то есть мы разделяем и у них уже раздельная корневая система и каждая из вот этих вот деленок уже ну по сути это будет хорошее большое растение будет отдельно воспроизводить рост и потом наращивать псевдобульбы и давать цветоносы ну наверное подведем итоги по тому что мы сказали значит не покупаем с гнилыми корнями отдельную деленочку с какой-то такой крамольной патологией но я отлично понимаю вас и не себя и каждый кто купил или получил в подарок хотя бы один раз орхидею становится орхидея маном я бы сказала и хочется приобрести еще и еще и если вы покупаете часто у цен очки то тоже тоже нужно все-таки быть достаточно мудрым человеком и у цен очки не такие-то и дешевые вот я в прошлом году купила мельтонию она была совершенно отсветшая какая она и что с ней было непонятно но я считала что мельтония это ну супер-пупер редко бывает и она стоила не скажу что очень дешево это было 100 гривен я купила ее и теперь это морока еще та ну вот эти все листочки это конечно же моя вина это тот косяк там где мы сушилки поставили на балкон и они тогда очень сильно температурного шока все пострадали но корни здесь почти все гнилые а вот это пытается нарасти какие-то корешочки видите в воздухе наращивают и конечно такая орхидея своим цветением проявит свою красоту очень не скоро но будем ждать и надеяться и верить что это все-таки случится и когда мы покупаем уцененные фаленопсис то же самое если вы видите стебель уже совершенно черным лучше такое растение не покупать если корни уже буквально начинают основания стебля гнилые и и с черными окантовками лучше тоже такое не покупать вот будьте мудрыми не совершайте каких-то таких глупых совершенно ошибок хотя покупка это эмоциональный такой вот поступок а эмоции ну никто не перекроет если они прут из вас вот хочу не могу ну вот так до скорых встреч до скорых встреч